Добрый день, Дмитрий. Ну, в принципе, у нас все, что было запланировано Федерацией в этом учебном году, все соревнования провелись в полном объеме. Соревнования, как обычно, у нас начинались с кубков, это кубок женский и мужской в октябре месяце. Затем мы провели два чемпионата, женский и мужской, также это у нас в феврале-март. Затем в марте месяце у нас в конце марта проводились соревнования среди общеобразовательных организаций. В рамках проекта «Волейбол в школу», где участвовали общеобразовательные школы. И в апреле месяце мы провели турнир среди мужских команд в честь Дня Победы, 9 мая закрытия сезона. А вот на ваш взгляд, что было самое важное в этом году? Ну, во-первых, в этом году я считаю, что мы, в принципе, как и в прошлом году, мы готовились, основная задача у нас поучаствовать в выездных соревнованиях. Но, к большому сожалению, у нас в этом году ни одна команда, ни по девочкам, ни по мальчикам, не смогла принять участие ни в одних выездных соревнованиях. Я считаю, что это большое упущение, так как мотивация у детей уменьшается, стимула практически нет. Да и сам, и тренера, и педагоги, в принципе, набирая детей в младшем возрасте, все равно каждый в душе думает и считает, что через какое-то время он все-таки вывезет детей, и они поучаствуют в соревнованиях и получат большой опыт. А вот у нас сколько волейболистов занимается вообще в городе? Сколько спортивных школ? У нас, получается, две спортивные школы. Это детская и юношеская спортивная школа поселка Искателей, затем у нас в городе детская и юношеская спортивная школа Старт и дворец Порта Норд. Но у нас, получается, что одна из самых массовых федераций в округе, так как занимаются и девочки, и мальчики. А вот мужчины сколько уже занимаются волейболом? Ну, вот я приехал в 2001 году, в принципе, мужской волейбол уже и женский он был, вот, но непонятно, что не в таком уровне, да, вот, но уровень волейбола у нас каждым годом растет, растет, вот, особенно женский волейбол. Вот, участвуя в 2014 году на спортехиаде Архангельской области, девочки старшего возраста заняли первое место. Вот, участвуя в этих же соревнованиях в прошлом году, девочки младшего возраста заняли второе место. В принципе, на уровне Архангельской области мы, в общем, смотримся неплохо. А у нас есть какая-нибудь команда в Нинейском округе, которая достойно может представлять на других соревнованиях наш регион? А вот, еще раз говорю, что у нас в этом году мы детей не могли вывести, а про взрослые команды я вообще, как бы, и даже речи нет. Хотя, в принципе, вот, можно было бы собрать неплохой коллектив даже среди по мужчинам и поучаствовать даже в каком-то турнире Архангельской области. И мы принимали участие в 2013 году и заняли там второе место. А вот дальше Архангельской области, дальше северо-западного региона выезжали когда-нибудь? Да, мы раз в два года участвуем в спартакеаде школьников. Вот, в прошлом году мы принимали участие в этих соревнованиях в городе Гачино. А вот, было 9 команд. Ну, тяжело, на самом деле, очень конкурировать с такими командами, я еще раз говорю. Потому что те команды, они в году участвуют в соревнованиях подобного уровня 7-8 раз. Мы же один раз в два года выйдем, нам очень тяжело, на самом деле, конкурировать с ними. А вот есть вообще мастера спорта, кандидаты мастера спорта у нас? Нет, в командных видах спорта очень сложно выполнить разряды. Чтобы мастера спорта выполнить, надо занять с первого по шестое место в команде мастеров суперлеги, среди женщин и мужчин. Вот, но в прошлом году девочки у меня в младшем возрасте заняли второе место в спартакеаде. Им был присвоен третий спортивный разряд. А вот на уровне наших соревнований мы можем присвоить по второй спортивный разряд. И девочки старшего возраста заняли в прошлом году второе место, в этом году первое. И на основании этих результатов мы им присвоили вторые разряды. Вот можете подробнее рассказать о последних соревнованиях, именно закрытии сезона среди мужских команд, которые проходили? Соревнования до 2013 года, в принципе, они были ежегодными. Но в связи с тем, что у нас произошла реорганизация в муниципальном образовании городской город Наринмар, а вот соревнования у нас просто исчезли. И в этом году мы решили сами федерацией провести эти соревнования. Почему бы нет? Потому что я считаю, что соревнования в честь Дня Победы – это святое. И проводить надо их каждый год. Надеемся, что на следующий год мы к этим соревнованиям подключим уже женщин. А как они проходили? Они проходили у нас по олимпийской системе, проиграл-выбыл, с определением первых трех призовых мест. Игры были по-настоящему достойные соревнованиям. И победу в этих соревнованиях одержала команда Норд. А вот сколько команд вообще было, заявилось? Участвовало в соревнованиях 8 команд. А все они юноши или... Нет, у нас получается, что у мужчин средний возраст превышает над женщинами. В основном мужчины играли, ну и подключали студентов. Получается, у женщин у нас немножко ситуация другая. Получается, там в основном играют общеобразовательные школы, студенты. И три команды у нас, получается, взрослого населения. А вот летом у вас есть какие-то мероприятия вообще? Тренировки? Нет, летом у нас тренировочный процесс не проходит. Ну, если где-то намечаются сборы, то, соответственно, тренера вывозят на сборы двух-трехнедельные. Или просто спортивные лагеря. А вообще вы когда-нибудь ездили на сборы? Вот у меня ни разу не получалось выехать. Ну, надеемся, что ситуация поменяется образно, да, и все-таки получится. А вот у нас кто-нибудь ездил вообще? И где, в каких городах у вас проходит сборы волейболистов? Вот, детская школа «Старт» уже два года подряд выезжает в спортивный озарительный лагерь. Вот, я знаю. Наверное, скорее всего, через соцзащиту. Я не знаю, за счет каких средств она выезжает. Вот, ну, работая в Норде, я на протяжении уже там 13 лет не выезжали летом практически никуда. Вот, смотрите, у нас на улицах есть, да, футбольные спортивные площадки, баскетбольные. Вот волейбольные есть? Да, там и волейбольная есть, стоит две стоечки. В принципе, летом люди организуются, я знаю, что. Вот, и, в принципе, свободное после работы время собираются и играют. Ну, также у нас еще есть такое мероприятие, как туристический слет отцами героев. И там один из видов смешанный волейбол. Вот, и в каждый год, в принципе, он проводится. Единственное, что в прошлый год эти соревнования были, волейбол был вне зачета. Спасибо, Олег. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! До свидания. Дмитрий Марков